МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня слово хакер известно всем. Оно вошло в активный словарь русского языка. Компьютерные преступники к середине 90-х годов в России стали очень опасны. На Западе они проявили себя гораздо раньше. Первое в СССР преступление в области информационных технологий было раскрыто более 30 лет назад. В 1983 году на Волжском автозаводе умышленно был остановлен главный конвейер. Тогда мало кто еще догадывался, что компьютерные системы таят в себе большую угрозу. АвтоВАЗ начал выпуск продукции в 1971 году и вскоре стал крупнейшим производителем легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Завод выделялся по многим параметрам. Это было крупнейшее предприятие, на котором начали применять передовые информационные технологии. На производствах завода работали не только ведущие инженеры страны, но и самые лучшие программисты. С самого начала было ясно, что без автоматизации, без вычислительной техники таким гигантом управлять невозможно. Дело в том, что темп производственный на заводе был 20 секунд автомобиль. С трех ниток за минуту ходило сразу три автомобиля. Поэтому с самого начала было активное использование вычислительной техники. Сначала была разработана организационная модель завода в виде процедур управления, которые четко регламентировали все взаимоотношения между подразделениями функциональными, производственными. Очень четко были регламентированы этими документами. И кроме того, использовалась вычислительная техника. Естественно, разрабатывались для них программные обеспечения. Порядка нескольких тысяч программ было, потому что система была очень громадная. В ноябре 1982-го надолго встало почти все производство завода. Остановился главный конвейер. Причина была непонятна. Такое случалось и раньше, но приходили кудесники-программисты и быстро восстанавливали работу. Теперь же испробовали все. Даже заменили компьютер, управляющий главным конвейером. В итоге стало понятно, что причина остановки таится в управляющей программе. В процессе разбора управляющей программы была найдена компьютерная ловушка, счетчик, как мы ее называли, логическая бомба, которая была сделана кем-то, сделана заранее и управлялась хозяином. Как потом удалось выяснить, хозяином этой бомбы был инженер-программист Мурат Ортымбаев. Мурату Уртымбаеву прочили блестящую карьеру математика. С детства он проявлял большие способности, выступал на олимпиадах по математике и физике. Поступление на престижный факультет Московского государственного университета не составило для него особой сложности. По окончании Московского университета Уртымбаев никак не хотел возвращаться в родной Казахстан. Он очень обрадовался, когда получил приглашение работать инженером-программистом на Волжском автозаводе. Он вырос в семье без отца. Ее воспитывала мама и бабушка. Воспитывали его на принципах честности. Воспитывали его как мужчину мужественно. Началось все с того, что поступив в университет и оторвавшись от дома, он попал в землячество студентов из Казахстана. И узнал, что многие из них надеются после окончания вуза найти себе место для работы по протекции своих родственников или близких людей. Это ему претило. Уртымбаев все время считал, что работа, успешная работа должна быть первой характеристикой человека, а не какой-то протекционизм. Парень был отличный. Он был незаметный. Ничем не выделялся. Нас не досаждал, что у нас не работает техника. В отношении его ничего не было. К тому времени Волжский автомобильный завод был передовым предприятием в области информационных технологий, тесно сотрудничал с крупными иностранными фирмами, посылал своих специалистов в загранкомандировку и реализовывал совершенно новые формы управления производством. Это его привлекло. Прибыв на завод, он включился в работу. Работал много, работал интересно, работал без ошибок. Но окружение рекомендовало ему построить отношения со своим начальником бюро на принципах «помоги начальнику, он выдвинется, и тогда выдвинешься ты». Для него это было неприемлемо. Он был талантливым человеком, который верил в свои силы и ждал быстрого продвижения. Вот одна деталь. Он написал для себя компьютерную игру с кубиком Рубика. Только вместо трехмерной модели развертка кубика была сделана в двухмерной плоскости. В те годы сам кубик был редкостью, а Уртембаев играл в него на рабочем компьютере. Вместе с Уртембаевым в Тольятти приехала его жена. Семья получила комнату в 11 квадратных метров в коммунальной квартире. На фоне бытовой неустроенности в Уртембаеве зрел внутренний конфликт. Одновременно с этим рядом с ним работали люди, имеющие хорошие квартиры, машины, телефоны. Особенно, так сказать, машины и телефон в то время были тем благом, которые давались не каждому. Пользовались вот эта каста программистов. Про них некоторые специалисты моего профиля шепотом говорили, а вы знаете, кто это? он программу написал. И вот точно так относилось вышестоящее руководство заводское. вот что делать? Обещали в Италию отправить. Опять я в пролете. Да ты пойми, не один ты с Италией пролетел. Они много обещают. Ну, чтобы туда поехать, нужно, чтобы тебя заметили. Ну, а ты что для этого сделал, а? Как что? Работаю без замечания. Да я всю работу вовремя выполняю. Да в моих программах никто ошибок не находит. Ты пойми, на вазе можно расти. Понимаешь? Можно. Но для этого что нужно делать? Быть инициативным, показывать себя, натягивать проблему на себя. Ты понимаешь? А? Ты пойми. Натягивать. Когда останавливался главный конвейер, именно этого программиста приглашали на эквидацию простоя, и именно он получал потом лавры человека, укротившего главный конвейер, спасшего его от простоя. И Уртембаев пошел тем же путем. Уртембаев мог, естественно, на что-то рассчитывать. если... По сути дела это был грамотный специалист, но, к сожалению, скажем, по морально-этическим соображениям он считал, что его недооценивают. Поэтому он пошел на некоторые вот такие действия, которые, в общем-то, не очень хорошо его, так сказать, характеризовали как специалиста. Путь казался самым простым. Получить монополию на информацию. Уртембаев решил стать незаменимым. Подготовить и установить в действующей программе, управляющей главным конвейером, логическую бомбу, которая, по его замыслу, могла бы останавливать работу в установленное время. Здесь был еще и тщеславный момент. Нужно было сделать так, чтобы никто из его коллег не смог бы взломать эту программу. Никто, кроме него. Лучшая демонстрация своей ценности, своего рода месть. У меня в руках та самая дискета, на которой была записана программа, управляющая главным конвейером. Именно в этой программе была спрятана ловушка, счетчик, логическая бомба, которая остановила главный конвейер практически на два дня. Сбой в автоматике даже на секунду мог быть фатальным для линии, где все выверено и просчитано до мелочей. Производственный апокалипсис был запланирован на день, когда Уртембаев выходил из отпуска. Это давало ему алиби и усиливало эффект настоящего подвига по решению проблемы, которую никто до него не мог решить. Дальше все рисовалось безоблачно. Почетные грамоты, слава, квартира, поездка за рубеж. Но случилось одно непредвиденное обстоятельство. Логическая бомба сработала на день раньше. У аппарата что у вас? Да что? Опять встали. Вот неладное. Что делать-то будем? Как что? Кудесника зовем. За Волковский сразу все исправят. Да без него бесполезно. Никто не может запустить конвейер. Да и руководство его уважает. Сам видел. Ну тогда зовите быстрее. не могу причин найти. Не понимаю в чем дело. Борис Артемович. А ты уверен, что компьютер исправен? Ты понимаешь, что если проблема будет в нем, тебе не сдобровать? Стоим уже три часа. Еще до твоего приезда я поменял компьютер. И сам установил действующую версию программы. Как видишь, мы тоже кое-чему научились, несмотря на вашу закрытость. Я уверен, сбой в программе. Ищи. Сейчас смену отпустят по домам. У тебя впереди вся ночь. Экспериментируй. Никто тебя не отвлечет. Владимир Львович, я из отпуска вернулся. Только вчера домой приехал. Может, смогу чем-то помочь? Давайте я посмотрю, может, я узнаю, в чем проблема. мне кажется, я смогу понять причину остановки. Владимир Львович, начальник отдела Кабанов собрал всех в другом зале. Вместе с Пониманским и Ливертовским пытаются исправить ситуацию. Да. Что-то плохо мне. Пойду я. одному спокойнее работать. Привык уже. Мурат, я сейчас перезапущу компьютер. У меня есть старая версия управляющей программы. Заволковский запретил нам иметь и пользоваться программой, но я вынужден был сделать копию. И думаю, я не ошибся. Попробуем и это. Ты занимайся своим делом, а я рискну со старой версией. Что ты сделал? В феврале месяце был такой простой. Ну, пришли, ребята так запустили, нам ничего не говорят, а я своему помощнику говорю, сними копию. И он снял, спрятал в сейф под бумагу и забыли. Ситуация никогда не была настолько сложной, хотя и предыдущие короткие простои уже вызывали подозрения. И теперь эта запасная дискета спасла положение. Запустили. А как запустили? Вот дискету вставляем, звоним, запускайте, то есть деблокируйте конвейер, он пошел. Весь завод всколыхнуло. Подобные события требовало тщательного рассмотрения. Руководство Автоваза проинформировало Управление госбезопасности о чрезвычайном происшествии. Последовали скоропалительные оценки, многие заговорили о диверсии. Задание поставлено на вид, указано, а тут же государственные деньги кто разрешает транжирить? Вплоть до того надо снимать работу, исключать из партии. Я думаю, только тогда мы настоящий порядок наведем. Задание было, примерно так звучало, нет ли в этом, в этом сбое какого злого умысла, преступного умысла. К тому времени, когда эта формулировочка у нас созрела, уже было понятно с консультацией целого ряда специалистов, что без программистов и без узких специалистов в этом вопросе быть не могло. Не мог сам по себе компьютер дезорганизовать полностью работу. обязательно было вмешательство очень узкого специалиста, такого специалиста, как программист. Начальник отдела Кабанов Валерий Юрьевич, он посмотрел, пошел в накопитель и говорит, у меня впечатление, что счетчик работает. Понятно, да? Счетчик работает. Ну, если говорить об Уртенбаеве, то ну, что в первую очередь приходит, отрабатывая версии, кто же из программистов в этом деле участен, ну, немного раздумывали, немного искали, когда определили, кто наиболее близок к этому направлению, к этой части из программистов, тогда и вышли-то на него. Тогда, кстати, решили с ним побеседовать, недолго, что называется, мучились раздумьями, кстати, и он недолго страдал в своих раздумьях, признавать, не признавать. Мурат, специалисты, занимавшиеся управлением программы конвейера, которая была заменена при вас, нашли причину ее сбоя. Та ее часть, которую записывали вы, имеет вредоносную ветвь. Как вы можете это объяснить? Эту ветвь сделал я. вы отдаёте отчет с казном? Меня с детства воспитали по принципу чести. Я признаю свою вину и от слов своих не откажусь. Что же послужило причиной такого поступка? Устал я. В Казахстане байство и к мосту. Хотел в России себя показать. Калификация хорошая. В работу вкладываюсь полностью. Но они же обещали. И только в Италию не поехал. Они даже грамоты никакой не дали. Вы посмотрите, как живут незаменимые программисты. Кудесники. Обычным инженерам даже это во сне не снится. Вот что мне нужно было делать, а? Мужская честь. Как-то не вяжет это с мужской честью, мурат. Да. Все понимаю теперь. Я готов сотрудничать со следствием. Я настроил счетчик на остановку конвейера в день моего приезда из отпуска. Только вот ошибся на одну смену. Трудности у следствия начались сразу. Как квалифицировать действия программиста? Горячие головы требовали осудить виновного на длительный срок, но в уголовном кодексе отсутствовала статья по такому виду преступления. Диверсия? Но оборудование главного конвейера работало исправно, ЭВМ не была повреждена. Ущерб? Злой умысел? Нет. Действия гражданина Уртембаева только свели с ума управляющую машину. Преступления такого вида еще не не были известны. Ну, что с этого молодого человека взять? Ну, зачем все это приводить к какому-то абсолютному, но легк уничтожающему? И личность, словом, вполне такое гуманитарное, что ли, соображение. А у нас и вообще-то говоря, мы считали, что дело не только потому, что новые, его бы должны, с ним должны были ознакомиться все сферы общества и прокуратура, и судебные органы, скорее, чтобы предотвратить рост подобных вещей. Все понимали, что человечество становится заложником управляющих ЭВМ. А что, если события повторятся не только на Автовазе, а коснутся управления ракетных систем, атомных электростанций, взрывоопасных производств транспорта? После суда мы продолжали изучать причины и мотивы, побудившие Уртембаева совершить данное преступление. Уртембаев был осужден условно на три года с выплатой 7 тысяч рублей и направлен на работу на главный конвейер. Когда мы обратились к руководству завода с вопросом, а почему же сразу нельзя было взять в архиве программу, которая была принята за основу и поставить ее на компьютер главного конвейера, нам сказали, что в архиве этих программ нет. Эти программы бюро Заволковского не отдавало в архив, считая их интеллектуальной собственностью. И в общем-то ребят поставили на место. Там, значит, решили каким-то образом, что вот то, что они разрабатывают, это личная интеллектуальная собственность, но никто не имеет права. Это глубокое заблуждение, ошибка, потому что человек работает на заводе, это принадлежит заводу, а не личное его достояние. В результате была получена информация о том, что счетчик был помещен в кусок программы, который был сделан Пуртыбаевым. За полную программу отвечал Заволковский Владимир. Он сшивал те части программ, которые выпускали другие программисты, получая единое и целое. Мне пришлось встретиться с бюро, встретиться с бюро и составить собственное представление о том, что же происходит в бюро. На тот момент бюро было в эйфории. Они нашли причину остановки главного конвейера, они стали героями статьи Егора Яковлева в газете «Известие», и поэтому ребята свободно говорили обо всем. И в частности очень много информации они дали об ошибках руководства управления в перспективе развития управления, заключения контракта с инофирмами, то есть на своем невысоком уровне ребята начали судить о стратегии развития Волгского автомобильного завода. Руководил этим обсуждением и принимал активное участие в нем Владимир Заволковский. Ну, после этого случая, во-первых, действительно появилась статья в «Известиях», где очень жестко было сказано про все эти события, которые произошли. Во-первых, это необычные события, естественно, тем более для нашего завода. завод был на виду у всей страны, поэтому тут же это получило отклик во всей стране. По сути дела были первыми, это были первые системы, которые управляли непосредственно объектами, начиная с путевой автоматики. Это очень важно. Опыта не было, естественно. Мы учились на своих ошибках. Я создал этот архив. Благодаря этому архиву уже ни один программист не мог без моего, он прежде чем поставить на стену, должен пройти у меня регистрацию. И я могу сказать, что мы прекрасно поправили не только это. Мы помогли организационную структуру изменить, другому отделу передали вот эти конвера и попросили этого же казачка и говорим, пусть он теперь отработает, раз он взял на себе, пусть отработает здесь. Вот такая приблизительно была часть. Здравствуйте. Давно искал время встретиться с вами. Я вот о чем хочу рассказать. Вредоносный счетчик был найден мою, уже в действующей программе. Я не знал, кто автор, но мне захотелось проучить кудесника. Я переустановил и установил свои коды. Старый хозяин мог видеть кормушку, но он не мог управлять ею. Если нужно, я готов показать вам свою находку в том виде, в который нашел. Понимаешь, Мурат, если бы ты сразу с этим пришел, то был бы героем. А сейчас получается, ты нашел дубинку вора и сам решил ей воспользоваться. Вряд бы тебе это поможет. Да я понимаю. Просто разобраться хотелось по совести. Не для себя, для справедливости. Я вину признаю. Сам. Но мне пора. Конвейер из-за меня никто не остановит. Я теперь слесарь, сборщик с высшим образованием. Бригаду не имею права подводить. То есть вор у вора дубинку украл. Говорить о том, кому принадлежал счетчик, который переделал Уртембаев, и кто с этого счетчика, условно говоря, кормился, мы не имеем сейчас никакого права. Было принято решение собрать партийно-административную комиссию по разбору ситуации. На последующем собрании комиссия доложила результаты. Они ошеломляли. Было найдено около 50 программных ошибок, которые влияли на стабильность работы, и которые по тем или иным признакам были похожи на логическую бомбу Уртембаева. Программистами из комиссии был построен график, где наглядно было показано, что простои главного конвейера возникали возможно по вине кого-то из программистов, когда решался вопрос о выделении каких-либо благ. Это квартиры, машины, телефоны. Это было представлено на суд общественности и было осуждено. Инженеры-программисты были вынуждены подчиниться руководству управления и сдать свои программы в архив. Одновременно с этим начались увольнения из этого бюро по собственному желанию. Часть программистов уехала на другие предприятия, часть нашла себе работу в других организациях города Тольятти. Простои главного конвейера были снижены и больше к этому вопросу никогда не возвращались. Первое компьютерное дело на Автовазе привело к тому, что в Уголовном Кодексе появилось еще три новые статьи, предусматривающие ответственность за совершение преступлений в сфере компьютерной информации. Впоследствии наказание за подобное деяние уже не оставалось таким мягким, как это случилось с инженером-программистом Мурадом Уртымбаевым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»